МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. За это надо выпить. На Эткульском спиртзаводе может появиться новый владелец. Вот все, что голубое, вот это голубое, ну, синее, голубое, это береза. Не варвары, а лесоводы. Кто и зачем выходит на чистку леса? Последователи Брюса Ли. Как в Барнауле прошел международный турнир по кунфу? В начале 2020 года у Иткульского спиртзавода, скорее всего, появится новый владелец. В планах у компании-инвестора Маруся Бевереджес завершить сделку по приобретению предприятия. Такую информацию озвучил в ходе пресс-конференции Александр Большаков, начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей фармацевтической промышленности и биотехнологии. Зайти на Иткульский спиртзавод инвестор планирует с решения целого комплекса вопросов. Это и реструктуризация долгов, получение права на разлив водки и другие. Переговоры по всем направлениям ведутся. Предприятие находится на завершающем этапе решения этих вопросов. Поэтому мы надеемся, что все-таки в первом месяце следующего года это все завершится. И мы будем рады видеть нового инвестора и работающий завод. Кстати, на данный момент завод не простаивает, работают 284 человека. В октябре предприятие закупило зерновое сырье, выработало спирт и начало разливать водку. Линия разлива продолжает работать и сейчас. Напомним, весной была информация, что на предприятии собираются уволить почти 200 человек. После вмешательства губернатора долги по зарплате удалось погасить. В мае предприятие признало себя несостоятельным, а вот выкупить завод могли в том числе и алтайские бизнесмены. Время собирать деревья, точнее омолаживать леса. В лесничествах края сейчас занимаются обновлением лесфонда. Убирают старые ветхие березы и сосны, чтобы на их месте появились молодые деревья. Работы много, проводят ее и контролируют люди, которые всю жизнь посвятили лесу. И менять его на офис не собирается. Один из таких преданных природе – Александр Гришков, лесовод с 40-летним стажем. Вот все, что голубое, вот это голубое, ну и синее, голубое – это береза. Все, что рыжая сосна, а где-то еще кусочек с елями и даже квадратный метр кедра. Александр Гришков отвечает за состояние более 13 тысяч гектаров леса. Они вроде и живые, но нет, я говорю, она уже на 70 процентов, она мертвая. Этим березам под 80. Простоят и дольше, но это опасно, говорит Александр Валентинович. Ветхие рано или поздно они не выдержат и упасть могут на грибников. Осенью здесь полно опят. А при пожаре лишь ускорят движение пламени и затруднят проезд, как здесь. Поэтому лесники и берут в руки пилу. Вес просто ложится. Природа может отрегулировать. Через смену пород, то есть вот она сосну положит, на этом месте вырастет лиственное насаждение. Потом, может быть, только возобновится сосновая. То есть только через смену пород, но представляете, сто лет надо. И вот наглядный признак старости дерева – темная сердцевина. Некоторые называют лесоводов варварами, говорит Александр Валентинович. Причем за 40 лет в профессии слышит это лишь в последние годы. Неприятно, признается он. И приводит в пример мир человека. Ведь молодым нужно куда-то в прямом смысле расти. Поэтому и важен труд лесовода. Только они охраняют бары от пожаров, проводят рубки ухода, создают новые леса. Площадь нужна была один гектар. Мы запроектировали и посадили там культуры. Вот там не было ничего. Понимаете? Вот прошло 20 лет. 20 лет прошло, а сейчас там уже масляты. Первое впечатление такое, что да, вот пришли, далеко не созидатели. А вот знаете, спустя 5 лет, возьмем срок, 5 лет, вот там уже видно, что лесу хорошо. То есть там подрост пошел, он уже хороший, 5-летний, то есть он вот такой. Не такой, если вот здесь найти ее, она ростиком такая же метр, а возраст ей лет 30. А этот 5 лет вот такой. То есть ее видно, он веселый, жизнеспособный такой. И оставлять его без присмотра Александр Гришков пока не собирается. Скоро отметит на карте новые участки молодившегося леса. Кстати, за 12 лет площадь только ленточных боров в Алтайском крае увеличилась на 50 тысяч гектаров. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком. В Барнауле дан старт детским елкам, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья смогли почувствовать вкус Нового года. Волонтерский проект «Мехутка» тоже организовал для них праздник. Бросили клич в родительской группе, где зарегистрировано почти 300 человек. Откликнулись, конечно, не все. Многих сложно даже вытащить из дома, говорят организаторы. Но порядка 100 человек все же согласились прийти на праздник. Вообще ДЦП – это не повод сидеть дома. Очень много детишек с мамочками сидят как будто в такой оболочке. Как будто они одни. Надо их вытащить из этой оболочки. Надо показать им, что они не одни, что их дети кому-то интересны. И детям это интересно. Судя по лицам детей в зале, было действительно интересно. Артисты танцевали, пели и даже показывали фокусы. Дети, их мамы и папы тоже могли принять участие в том, что происходило на сцене. К слову, проект «Мехутка» часто организует благотворительные акции. Но праздник для детей с ограниченными возможностями накануне Нового года провели впервые. Скорее всего, теперь он станет традиционным. В детских садах уже тоже готовятся к Новому году и отмечают Новый год. Например, новоалтайский частный детский сад «Лучик» каждый год проводит праздничные утренники для всех желающих. «Лучик» – обычный детский сад. Здесь с детьми читают книжки, играют, готовят к школе. И так уже 7 лет. Только воспитанников здесь меньше. Именно это помогает легче разобраться со всеми их капризами. Мышка, цыпленок. Это кто? Муравьи. На развивающие занятия в «Лучик» ходит около 30 человек. Еще 20 – в группу дневного пребывания. Возраст детей от 2 до 5 лет. Мы ведем, проводим утренники новогодние для детей с самого раннего возраста. То есть практически с годика до 3 лет. Это вот прям наша аудитория. Утренники проходят весело. С подходом именно для малышей раннего возраста. С учетом их возрастных особенностей. И все остаются довольными, счастливыми. Дети уходят с подарками. Прийти на празднование этого нового года может кто угодно. Двери детского сада «Лучик» открыты для всех малышей. Утренники пройдут 28 и 29 декабря. В субботу и воскресенье. Сейчас для гостей готовят танцы и песни. Придумывают интересные конкурсы. Над потолком уже висят шары. А на окнах – снежинки. Осталось только дождаться Деда Мороза и Снегурочку и поставить елку. В Барнауле прошел международный турнир по кунг-фу «Путь дракона». На него съехались участники и мастера со всей России, а также из Казахстана, Кыргызстана и Китая. Один из организаторов – директор школы кунг-фу в Барнауле Владимир Сурков. Соревнования проводятся уже третий раз. Они посвящены мастеру боевых искусств Брюсу Ли. Подробнее расскажет Полина Жданова. На первый взгляд боксерский ринг на самом деле – турнир по кунг-фу. Этот вид спорта привлекает многих. На соревнования в Барнауле приехало больше 400 участников. Со всей России, Казахстана, Кыргызстана и даже два участника из исторической родины – кунг-фу Китая. В кунг-фу очень много разнообразий. И каждый ребенок может попробовать себя здесь, в своем направлении, увидеть и найти себя там, где ему интересно. В цепи, нунчаки, мячи разного размера и вида – контактные бои. Выбрать есть из чего. Некоторые спортсмены изучают сразу несколько разновидностей кунг-фу. Учатся этому искусству годами. Например, Леша Звонарев из Барнаула занимается этим спортом больше пяти лет. За эти годы он накопил достаточно побед и теперь пришел за новой. Мне нравятся мячи всякие, длинные, клетковые. Знаю я кулак, парное оружие, мунчаки всякие. Какие качества характера закаляют? Выносливость. Больше выносливость. На соревнованиях участники выступили в четырех направлениях, три из которых – боевые искусства и одно – демонстрация с оружием. Кстати, кунг-фу увлекаются и девочки. У них более плавная и грациозная техника, в отличие от мужской. Самому старшему спортсмену на турнире 70 лет, самому маленькому – 3,5 года. И, как ни странно, даже в таком возрасте спортсмены максимально сконцентрированы. Это же как игра. Дети не устают играть. И они играют очень интенсивно. И именно в игре они развиваются. Кто самый лучший тренер, говорят, в Китае? Вы думаете, кто? Не я, не кто-либо другой. Самый лучший тренер – это интерес. Вот тренер, если умеет развить в ребенке интерес, значит все нормально. Значит, ребенок будет развиваться. На турнире было разыграно 170 золотых, 162 серебряных и 120 бронзовых медалей. Общего командного зачета не было. Среди победителей Федерации кунг-фу отметила Кыргызстан, Новосибирскую область, китайских спортсменов и, конечно, парнаульцев. Бонусом дети до 7 лет были награждены все до единого, чтобы мотивировать их на дальнейшие достижения. Давай, живи, давай! Живи ноги! Полина Жданова, Николай Шелко, День с толком.